Промоушен данного фильма. Мы все-таки начали с анализа, скажем так, каких-то либо кризисных ситуаций. В данном случае три проблемы были, наверное, на первом плане. Так как драма не особо популярный фильм, собственно, может пойти на него небольшое количество человек. Второе, так как это драма, если тимурно психологическая драма, вероятно, в фильме будут взрослые ограничения. То есть такой контингент, как подростков, можно тоже сочетать, да. И третья причина, это так как в связи с неизвестностью и актеров, и режиссеров. Поэтому первым ходом, который мы считали это нужно провести, это провести обычную рекламу. То есть трейлеры, постеры, реклама на радио и реклама в соцсетях, таких как Твиттер, Контакты или блогеры. Также была такая идея развесить плакаты, соцплакаты. Например, если это историческая драма, то посмотри, посмотри данный фильм и развивайся духовно. Следующим нашим этапом было провести пресс-конференцию и написание пресс-релизов, где будут присутствовать журналисты и критики. После этого сделается закрытый показ только для критиков, чтобы они, естественно, сложились в свою точку зрения и могли написать неплохие рецензии. Третье, это пригласить и режиссеров, и актеров в какое-либо ток-шоу, то есть дать публике понять, что они себе представляют и как они держатся на публике. Четвертый, акции в день дебютной премьеры фильма. То есть мы решили нанять аниматоров, которые будут в костюмах, следствующей тематике фильма, патрулировать, скажем так, область недалеко от кинотеатра, раздавать брошюры, где будет указано, что в день премьеры выйдут скидки и проводиться некоторые акции. Например, как если покупаешь два билета сразу, в большой ведро под комнату, сплатно. У меня последняя заключительная деятельность, которую вы считали, можно провести, это уже после дебютного показа фильма дать рецензию газеты, то есть в отдел, куда можно пойти и как провести выходные, то есть с кратким снижением сюжета и у вас в критиков. А также снять после дебютного показа фильма небольшой видеоролик с эмоциями и впечатлениями посетителей и выложить его в видеообзоры, то есть такие как Ютуб и так далее. Вы прямо совпали вот эти технологии с 11 групп, они тоже... А, да, еще одна идея была, то, что опоминать в рекламах или брошюрах то, что приглашено большое количество наших российских звездных, например, фильмов, естественно, тем самым привлечь фанатов, которые пришли посмотреть со своей звездой, будут фильмы-театры, то есть то вы их хотели спрятать. Ваша точка года, от чего вы отталкиваетесь? Что у вас стержит? Что у вас центральная концепция вашего принадлежения? Все-таки мы отталкивались на пресс-релизах и на ток-шоу. Нет, это приемы. В данном случае, наша идея была дать людям об этих актерах, об этих режиссерах и писать о хорошей сети, чтобы уже пошли на фильмы. Ладно, спасибо. Присаживайте, сейчас начинайте вы, а потом вы говорите. Это фраж-фильм, драма. Мы придумали название. Фильм называется «Дорога к совершенствам». Это история о бедном мальчике, которому не повезло с семьей, был бесподобником, ходил по улицам. Не знаю. В общем, он был бедным. И однажды к нему на улице подошел старик, пригласил его к себе домой, накормил его, поговорил с ним. И в квартире, в доме, был саксофон. И этот старик начал играть в саксофоне. Этот мальчик продолжился и решил тоже научиться. Поэтому у него была сложная жизнь, но его единственная цель была стремиться к тому, чтобы научиться играть на саксофоне. Было много препятствий, он нашел своим дом в работе, так как у него был реальный талант к этому. И суть... По-моему, ребята, куда они меня пиарят, да? Драма, это потому что, в конце концов, он как родился один, так и умирает один рядом с ним, и никого не будет. Сейчас. Давай. А, мы подойдем. Угу. Ну, опять. Давай. Ну, опять. Это кино. Мы решили определить целевую аудиторию, так как фильм «Трама» не так уж и популярен, особенно в нашей стране. И мы решили, что стоит установить ограничения в возрасте, начиная с 14 лет, потому что история достаточно прагичная, и детям мало уже 14 лет данная история не будет очень интересна. Затем мы предлагаем тактику развешивания плакатов с изображением этого беспризорника по боку, с саксофоном и падающей от него тенью без названия фильма, без названия режиссера. То есть плакат сам по себе включает загадку. И подпись под плакатом «А ты стремишься к своей мечте». И, соответственно, смотрите в кинотеатрах из такого-то числа, то есть когда создаются премьеры фильма. Затем планируется реклама в СМИ. Об этих? А, все? Ну, все. Далее мы даем рекламу в средства массовой информации, такие как популярные журналы среди молодежи, которые увлекаются кино. Но просто журналы, которые имеют высокие рейтинги продаваемости. И там уделить несколько страниц, ну или страницу хотя бы, о том, что это вообще за плакаты. О том, что идет съемка фильма, который неизвестен. Ниже мы хотим поставить QR-код и ссылку на наш официальный сайт, где будет информация о фильме выкладываться. Следовательно, на этом сайте мы хотим еще дать видеоряд небольшой о том, как проходят съемки. То есть мы не показываем актеров, мы показываем сцен, на которых будут происходить действия и т.д. и т.п. Следовательно, после этого, еще ко всему, мы дадим это на телевидении, на два канала мы хотели бы дать вообще. Это ТНТ и МТВ. На МТВ есть просто специальная программа из блока и т.д. и т.п. Где об этом бы тоже упомянули. И то есть это могло бы заинтересовать себя аудиторией, да, и возбудить в них желание смотреть этот фильм. Далее мы даем трейлер на каналы. Это то, насколько желательно. И в кентябрах перед. И в кентябрах перед сеансами. И в сеансах перед сеансами, да. Далее. Так, далее, когда интервью после фильма, уже когда он выходит, ну, пошел в прокат. Да, после премьеры. Снимать интервью выходящих людей, кто уже на него пошел. И это, как бы, у нас было… Словно. Нет, нет, нет. Не соглашено. Как бы еще хотелось бы мне лично. При выходе сделать, ну, как бы подставных лиц. Поставить около кинотеатра, которые громко обсуждали этот фильм, как он им понравился. Чтобы люди, проходя мимо, на слухах, могли бы это что-нибудь услышать. Я даже помню. Это тоже так. А интервью после премьеры фильма заключается в том, что человек подходит к только что просмотревшему фильму человеку и спрашивает, а теперь вы готовы воплотить свою мечту? И, то есть, таким образом, у нас, как бы, побуждение к каким-то действиям после просмотра данного фильма. Но вы себе облегчили задачу, они, например, писали себе сценарий фильма и под него сделали проект, да? Мы так поняли задание. Облегчили задачу. Значит, давайте так. Вы знаете, что это? Да. Исследовали? Давайте так. Как вы понимаете, термин пиар-поддержка? Пиарщики себе. Нет. Но мы уже с вами выяснили, да, что такое пиар. Мы уже задачи, там, контактные группы. Вот пиар-поддержка. Мне кажется, когда у какого-либо продукта уже есть определенная мнение база в этой продукции, и нужно просто более-менее лучшее мнение сказать. Нет. Может не быть никакой базы. Но ключевое слово в пиаре какое? Создание благоприятного слова. Нет. Этогандо – ключевое слово. Позвольте. С чем это? Коммуникацией. Коммуникация. Коммуникация. Да, где припazzка – пиар-поддержка это? Коммуникация. Коммуникационная поддержка. Так. С